Люди, а то, что они натоптали, в общем-то, сейчас уже посмотреть можно. Как я сказал, Луна снята с разрешением 50 сантиметров, над Аполлоном-17 спутник пролетал еще ниже, и получено разрешение примерно 30 сантиметров на пиксель. То есть следы их ровера, у которого колесо, может быть, сантиметров 20-25, в принципе, видны, причем две колеи. А одинарные тропинки, те, которые они, собственно, натоптали, и когда говорят, ну вот, они могли робота запустить, типа, там, он будет похож на модуль, можно было бы робота запустить, но тогда роботов не было, которые натоптали бы следы. Да и сейчас, в общем-то, это будет достаточно сложно. Съемка есть, многократно снималась, ну, правда, американским же спутником, но все-таки в разных условиях освещения. Здесь можно увидеть, в этом случае, на этом снимке Аполлон-17, можно увидеть модуль, можно увидеть тень, которая в разные стороны, в зависимости от положения Солнца, можно увидеть следы, которые, в зависимости от угла освещения, то видны, то не видны. Вот здесь можно увидеть ровер, на котором они ездили, на котором стояла дистанционная камера, и который снимал взлетающий модуль. Мы снимки видели в начале, там, в съемку, когда смотрели на струю от двигателя. А вот если присмотреться, здесь еще одна маленькая тень туда-сюда бегает. Кто догадается, что это? Флаг. Флаг. Да, упал первый флаг с Аполлона-11. Они его слишком близко к модулю поставили, и когда он взлетал, его просто сбило. Съемки, видео этого нет, просто Базодрин, второй пилот, он сказал, что кажется, мы сбили флаг. И все это оставалось скажется, пока не полетел спутник ЛРО, не снял в высоком разрешении, действительно. В принципе, если поискать, или там сделать более качественные снимки, можно, наверное, увидеть лежащий этот флаг, потому что его сбило. А, кстати, при взлете Аполлона-14 были съемки, когда вот эти газы, летящие от двигателя, его действительно трепетало, и он просто там болтало вот так вот, и уже никакой космонавт его не трогал, потому что это был реальный сквозняк, ну просто от газов взлетающего аппарата. Ну и завершаем, в общем, почему мне эта тема настолько близка, точнее, она сначала мне стала близка, а потом я настолько устал всем объяснять, доказывать, вот там куча всяких аргументов, вот тут кто-то уже зевает, даже вам надоело. Я сказал, ну ребята, ну ладно, мы живем в 21 веке, ну давайте уже построим спутник, соберем деньги там на бум-стартере, на кикстартере, построим спутник, полетим и посмотрим сами. Я вообще, здесь меня представили как блогер, но вообще я специалист по связям с общественностью российской частной космической компании, Daury Airspace. И я просто встал со своего рабочего места, сходил в соседний кабинет, где сидели инженеры, и сказал, народ, а мы можем полететь до Луну? Они говорят, ну в принципе можем. Ну естественно, имелось в виду малые космические аппараты, на которых специализируется компания. Я сказал, окей, согласовал этот вопрос с руководством компании, выбрал там несколько, ну точнее они сами вызвались, несколько энтузиастов из компании, которые готовы взяться за реализацию этого проекта. Объявил проект на бум-стартере, мы собрали полтора миллиона рублей, нам сказали, да вы нифига на эти деньги никуда не улетите, там 30 миллионов не хватает. Да мы не собирались на эти деньги строить спутник. На эти деньги мы, в общем-то, проведем, сделаем аван-проект. Это, в общем, первый этап создания и рождения любого космического аппарата, хоть у нас, хоть в Америке, там просто разные названия и терминологии. В принципе, это описание того, какими средствами, с каким оборудованием можно все это собрать и полететь. В общем-то, большая часть этих денег уйдет даже не на то, чтобы там отдать инженерам, которые все это будут считать. Они фактически сейчас работают на волонтерских основаниях, просто потому что хотят в этом участвовать. Деньги уйдут Роскосмосу, потому что мы понесем подготовленный аван-проект в Роскосмос, скажем, проверь, все ли у нас нормально. И вот те эксперты, которые будут его проверять, они уже получат те деньги, которые собирались в интернете. Потом будут другие сборы, я все-таки надеюсь, появится какой-нибудь инвестор, который скажет, сколько вам там надо, 10-20 миллионов, нате, делайте. Наивное желание, на самом деле, наивная мечта, но если хотя бы не начинать, не пробовать, то, естественно, ничего не будет. Поэтому я предложил, ребята занимаются, полетим, не полетим, обещать нельзя, но мы очень постараемся. Спасибо за внимание. Спасибо.